Бонджорно, амичи! С вами Александр Петров и сегодня у нас в гостях, наконец-то, итальянские крейсера уже в металле. Будем сейчас осматривать ветку и скатаем, проверим, что же это у нас такие за интересные полубронебойные снаряды и дымы полного хода. Друзья, именно эти две фишки есть у итальянских крейсеров. Сейчас мы с вами посмотрим их всех снизу до верх, обсудим более предметно. У меня уже был такой короткий обзор итальянцев, ну и сейчас сделаем более полный, посмотрим, что как, что куда. Первое место Эритрея, так называемый колониальный шлюп, дизель-электрическая энергетическая установка, вооруженная скорострельной артиллерией. Ну, в общем, корабль такой для использования в колониях и всякое такое. Первые левелы особо никогда ничем интересным не блещут, но здесь достаточно крупная артиллерия и характерное отсутствие брони. Дальше, друзья. Нино Биксио. Построенный задолго на начало Первой мировой войны крейсер с турбинной энергетической установкой. Неплохо, кстати, это интересно. У корабля, получается, будет уже турбина до Первой мировой войны. Это, в общем-то, достаточно редкая история. Это значит, что он должен быть достаточно быстрый. 26,8 узлов на своем уровне, это, в принципе, неплохо. Но не думаю, что это рекорд. Что у нас есть интересного? Торпед нет. Орудие 120 мм. Калибр небольшой. Но за счет скорости может быть интересным. Хотя, конечно, вторые уровни, кто там на них особо много играет. Таранто. Это у нас, друзья, легкий крейсер, построенный для ВМС Германии, переданный Королевскому флоту Италии после Первой мировой войны. В дополнение к 150-мм артиллерии был вооружен двумя однотрубными торпедами аппаратами. Действительно, это немец. Хотя, самое интересное, я вот, знаете, когда посмотрел на этого немца, вспомнил Эмдона, у которого, как известно, три трубы. И четвертую они, типа, делали фальшивую, чтобы походить на британские крейсера. Здесь у нас, кстати, четыре трубы сразу. Видимо, немцы смекнули, что с тремя трубами ходить невыгодно. Надо сразу ставить четыре. И тогда все будет окей. Главный калибр артиллерии. 150 мм. Есть торпедные аппараты. В 8 км идут у нас торпеды. Но они дико слоупочные. Просто 51 узел. Хотя, мне кажется, что итальянские крейсера, это вот прям кандидаты на покраску в розовый номер один. Потому что они с таким КД в 47 секунд будут бросать торпеды просто куда угодно. И уж что там зайдет, что там не зайдет, это будет уже мало кому интересно. Что еще здесь? 150 мм. В общем-то, бронирование, конечно, ну, 60 мм обшивка. Неплохо, но, конечно, на этих уровнях все пробивается очень даже запросто. Выключаем нашу схему бронирования. Идем дальше. И здесь уже, друзья, кстати, самое интересное, что вполне себе уже такой корабль. Более-менее современный. Потому что на четвертом уровне, я вам скажу, ни одного современного корабля, ну, как современного, вот корабля этого времени обнаружить вам не удастся. У него нету описания. Ха-ха, привет. На Альберто Диджиусана. Ну, я его уже рассматривал, когда мы смотрели превью по итальянским эсминцам. И это почти однотипный, предшествующий, скажем так, вот типу Дуки Деоста, который у нас следующий, который тоже почему-то нет у нас описания. Алло, люди. Ну, ладно. Похожий по типу, не однотипный, но вот тип, который предшествовал Дуке Деоста. Что у нас здесь есть? Главный калибр 4 по 2, 152, это значит, что, в принципе, 8 орудий могут кидать с одного борта. Есть даже, коль, никакой тут ПМК. Есть ПВО. Заградки нет, но есть истребитель. Неплохо. Торпеды. 2 по 2, тоже 8-километровые, такие же, как на предыдущем. Ну, может быть, по характеристикам, не знаю, такие, не такие же, но похожие. Ничего особо с собой интересного, не представляющие. Идем дальше. Раймондо Монте Куколи. Одноклассник Дуки Деоста. И это визуально видно, очень похожая компоновка. Тоже 152 миллиметра. Здесь 8 орудий. Подсказки по-прежнему нету. Но здесь появляются вот эти вот великолепные дымогенераторы полного хода. И истребитель. Заградки, кстати, по-прежнему нету. Возможно, с 6 уровня будет появляться. Что он нам дает? 25 секунд работает это снаряжение. Рассеивается 10 секунд. Радиус действия 0,51 километр. Перезарядка 240. В общем-то, чисто по цифрам ничего такого особенного. Единственное, что он должен вроде как бы работать на полном ходу. Ну, мы сейчас с вами это прям проверим. Ну, сначала дорассмотрим нашу веточку. Следующий. Трента. Это уже корабль с тяжелым вооружением. Калибр 203 миллиметра. Не так много кораблей вообще у нас было. Была одна АОБа на 6 уровне. И добавилась Пенсакола к ней. Вот именно тяжелых кораблей. Ну, и Экзитер сейчас тоже, по-моему, да. У него 203 миллиметра. Сейчас добавляются уже тяжелые крейсера. Я так думаю, что, в принципе, никто не помешает развить на две ветки итальянцев тоже. На легкие и на тяжелые. Хотя, реально построенных кораблей было не так уж и много. Но напланировано там дофигища всякого всего. Поэтому, я думаю, что можно. Чем отличаются, кстати, друзья, я вот смотрю итальянские крейсера. Если мы можем говорить про французов, что там есть большое количество лавочек. То у итальянцев огромное количество разного рода корабликов. На борту есть тоже трапы. Но посмотрите, здесь такие лодочки. Такие лодочки есть. Лодочки такие. Мне кажется, что здесь прям, ну, самого разного вида лодок сделано огромное количество. Прям почувствую себя просто, не знаю, в Венеции. Сбрасывай лодки и вперед там гондольеры, петь песни. Слушайте, а здесь, кстати, смотрите, как раз длинные весла специально для гондольеров, друзья. Учтите, что если будете встречать итальянские крейсера в бою, и они будут играться не слишком хорошо, не очень хорошо будут играть на них союзники. Вы можете смело сказать, да ты гондольер. У тебя гондольер там сидит и управляет тобой. Вот. Не стесняйтесь, можете так и писать. Следующий, да, корабль Трента. Мы смотрим, есть ли здесь гондольеры. Да, конечно, они в наличии. Большое количество гондольеров у нас здесь есть. Что у нас здесь есть еще интересного? ПВО. О, ну, есть у нас тот же самый дымогенератор. Давайте посмотрим дальность стрельбы. Неплохо, кстати, на Монтаку-Коле, на сейчас на близком посмотрим. 14,9, хорошая дальность. И здесь у нас уже 17 километров на шестом уровне. Очень внушительно, но интересно, как же будут эти вот полу... А, здесь есть бронебойный и полубронебойный. То есть фугасов нет, поджигать не будет. Угу, ну, очень интересно, как будут работать эти полубронебойные снаряды на 203 километра, ничего не пробивая. Поражает легкобронированную цель, наносит значительный урон. При непробитии и рикошетах урон не наносится. Ну, как бы, не знаю. Давайте посмотрим. Любопытно, скажем так. Любопытно. Гондольер номер 7. Это Дзара. Итальянский крейсер, тоже, по-моему, реально существовавший. И последний из тяжелых крейсеров, которые были, тоже имеется в наличии торпеды, я смотрю. Здесь торпедный аппарат уже 12-ти километровый. Кстати, на Трента дальность хода... Да, тоже 12 километров. Заметность 0.1. То есть при таком ходе можно просто бросать торпеды и насаживать и союзников, и противников, и кого угодно на эти торпеды. Гондольеры тоже здесь, друзья, в наличии. Все нормально. Гондольеры выходят в игру. Что еще интересного у Дзары? Давайте посмотрим. Тоже супер дымы. Кстати, количество дымов небольшое. Будет всего 3 штуки пока что. Вот я вижу. И истребитель с корректировщиком. Дальность стрельбы, кстати, здесь 15.8. Меньше, чем на предыдущем Трента. Интересно, почему. Следующий корабль. Я напомню, что на седьмом, кстати, уровне есть у нас и легкий крейсер Абруци. Есть ли у него гондольеры, кстати, в наличии? Ну, у него такие мини-гондольеры. Видимо, тогда еще это не считалось основной силой французского, прошу прощения, итальянского флота. Вот, посмотрим на тяжелый крейсер. Тяжелый... О, ну тяжелый крейсер выглядит уже достойно, достойно. Мне интересно бронирование. Я вижу прям бронепояс 150 мм. Кстати, друзья, это весьма впечатляет для восьмого уровня. 150 мм брони, это неплохо. Вопрос в том, как это будет играться. Есть носовой бронепояс 50 мм. Это значит, что в нос, ну, будет не так просто, наверное, пробить наш с вами крейсер. Ну, кстати, интересно. Траверс 150 мм. И вот такой вот длинный. Длинный, видимо, тут... Ну, здесь подаются, видимо, припасы или что-то. Или просто выступает барбет орудие. Интересно. Интересненько. Я вот прям думаю, как же это будет... Как же это будет работать, мне интересно. Ну, в общем, броня достаточно впечатляющая. Надзаре мы, кстати, ее не посмотрели. Там тоже есть бронепояс. Тоже 150 мм, кстати. Да, неплохо. Неплохо. Ну, все остальное, к сожалению, 16. Фугасы приемники прям отличные. Что нам осталось посмотреть на Amalfi? Конечно, друзья... О, здесь есть подпись. Проект быстроходного, хорошо защищенного тяжелого крейсера. С 9-ю 203... С 9-ю 203-х миллиметровыми орудиями. Да, русский язык, я тебя победил. Разработаны фирмы Ansaldo. Незадолго до... До второго сступления Италии во Вторую мировую войну. Все хорошо, гондольеры тоже в наличии. Как видите, правда, весел не видать. Может быть, они... Ну, они внутри, наверное, сидят гондольеры. И в нужный момент выбегают, хватают весла и идут в бой. Друзья. Торпедные аппараты здесь 2 по 4. 120... 120... 12 километров дальность хода. 1 километр заметность. Ну, и, конечно, 51 узел. Это просто что-то с чем-то. По-прежнему отсутствует ПВО. Ничего нового в этом не появилось. Я имею в виду, нет заградки. ПВО есть, но заградки нет. Ну, кстати... Я уж не знаю, как разрабы все это забалансить. Кстати, ПВО дальнее действие очень мощное. 6 разрывов. 1050. Ну, что мне вот нравится. Раньше можно было как-то ПВО более или менее по... По самой схеме расположения орудий ПВО. Понимать там, что каких больше пушек. Какая там аура на что влияет. Здесь ауры, я так понимаю, вообще просто с потолка берутся. Ну, там, давайте возьмем среднюю ауру. Ну, там, давайте возьмем дальнюю ауру. И так далее и тому подобное. Не знаю. Но, честно, зависимости прям такой вот не заметил. Хотя, возможно, она есть. На девятом уровне появляется Хилочка. Хилочка с виду обычная. Вроде ничего особо такого нету. Есть Шторм Тропик за бортом. Есть орудие калибра 203 мм. Перезаряд, кстати, 20 секунд. О, что ж так долго-то? Это ж пипец какой-то. Это как... Как на Адзуме просто. Только там калибр-то явно побольше будет. О, это жесть. Так, полубронебойка 5200, бронебойка 4800. Ну, баллистика, взгляните. Мабейны, какая баллистика. 910 ББшки, 950 полубронебойка. На Амалфе, кстати. Да, тоже, тоже великолепная баллистика снаряда. Хотя дальность стрельбы, конечно, в 15 км на восьмом уровне. Ой, это может быть болезненно. Ну, хотя перезарядка 16 секунд. Здесь у нас 4 по 3 203. Ну, наверное, в этом смысле как раз это как на Баффало. На Баффало тоже 12 орудий. Но там не такая конская перезарядка по длительности. Хотя, конечно, баллистика гораздо хуже. Есть торпеды. Вот они в наличии. У нас 4, 2 по 4. Кстати, здесь уже 13,5 дальность хода торпед. На минуточку 56 узлов. Все-таки итальянские разработчики... Раз, два, три, четыре, пять, шесть лодочек, друзья. Шесть различных корабликов. Ну, и, конечно, две гондолы для гондолеров. В случае чего, если что, пойдет не так. Отлично. Вот. Интересно. Но, конечно, конская перезарядка это что-то с чем-то. Дальность стрельбы по МК 5 километров. Неплохо. И Венеция. Вершина ветки. Здесь те же самые 20 секунд перезарядки. Но уже целых 15 орудий калибра 203 миллиметра. Это даже больше, чем над ЗАО. Но единственное, что перезарядка, конечно, дичайшая. Дальность стрельбы Сима-11.1. Можно ли поставить? Можно. Это будет 19,9. Но при такой баллистике, в принципе, можно что-то делать. Единственный вопрос. Что такое полубронебойные снаряды? Насколько вообще это имеет смысл? Как это будет? То есть, я понимаю, фугасами сжечь кого-то на дальности там в 20 километров. Это очень весело. Пожары там, все дела. Все нормально. Сейчас попробуем. Здесь, кстати, меньше торпед установлено. ПВО. Дальнего действия. Ну, кстати, нормальное. Да, хорошее нормальное ПВО. Очень даже внушительное. Но, опять же, нет заградки. Сложно прикрыть команду. Ну и, конечно, друзья. Гондольеры тоже в наличии. Здесь более интересно такое расстановление вот этих вот лодочек. Слушайте, а с какого момента я начал смотреть на гондольеров? Давайте посмотрим. Вот на Монте-Куколе гондольеры есть. На Джиусана гондольеры в наличии. Правда, одна лодка всего гондольерская. А, нет, вот еще. Ого, тут больше гондольеров. Таранта. Куда без них. Вот они в наличии. Нина Биксио. А тут забортные гондольеры, друзья. И вот еще спереди тоже какие-то есть. Это, кстати, парус, по-моему, можно поставить здесь. И на Эритрее... Тут вообще... О-о-о! Да тут прям целый флот на борту. Знаете, есть авианосец, а это такой корабленосец по темке на Эритрее. Ладно, друзья. Давайте, что ржать? Давайте берем, наверное, Дзару. Семерку. Сейчас ее снарядим. И махнем прям в бой сразу. Так, что мне надо? У меня есть корректировщик. Давайте, наверное, попляшем от корректировщика. Черт его знает, как в это играть. Вообще прям без понятия. Абсолютно. Берем модульку на корректировщика. Здесь противоподгорайку. Тут мы берем... Что по повороту? 25,7. Ла-ла-ла! Даже не знаю, что делать. Взять все-таки точность или все-таки взять поворотливость. Блин, а 15 секунд перезарядка это жесть. Ладно, давайте возьмем немножко вот точности добавим. 15,8. Блин, не знаю, или точность на 15,8. Ну ладно, сейчас проверим. И здесь руль машины, я думаю, мы возьмем. Возможно, нам это пригодится чуть больше. Хотя, абсолютно без понятия вообще, как это будет работать. Что касается дымов. Корректировщика взяли. Так, нам здесь не нужны... Да, не нужен взрывотехник, потому что у нас здесь, собственно, взрывотехник чуть нечего. Поэтому здесь мы сэкономим сразу два перка, друзья. Ну, точнее один, потому что на рационку мы все брать не будем. Так, нужен ли нам суперинтендант? Давайте подумаем. Хм, хороший вопрос. А что может быть нужнее, чем суперинтендант? Ну, может быть бедительность? Тут гапа-то нету нигде, я смотрю. А это нам даст лишний корректировщик и лишние дымы. Ну, давайте, дымы нам могут пригодиться. Берем инвиз, берем скорость поворота орудий. И я думаю, можно взять, ускорить торпед все-таки. Как-то, не знаю, уже более долго они там шкрябаются. Хотя, разница между 56 километров и 51 не такая уж и большая. Может, возьмем ПВО? Но, в частности, кстати, в этом патче есть какая-то история там с ПВО. Вроде что-то там улучшается, меняется. Моментальный урон. Да, моментальный урон вот этого ПВО. Но я думаю, что это херня на самом деле. Моментальный урон. Чё бы взять, чё бы взять, чё бы взять. Давайте выживаемость, может, возьмем. Хрен с этим моментальным уроном. Поживем чуть больше. Так. Флажочки. Опять же, нам не нужны флаги на поджог. Потому что мы, я так понимаю, ничего не поджигаем здесь. Всё бронебойное. Поэтому нам нужно вот это. Вот это, вот это. Вот это на торпеды. Да, и вот это вот можно взять. Ну, не знаю, на ПМК, конечно. Такое себе. Может, конечно, на таран взять. Давайте кого-нибудь протараним. А чё нет-то? А чё у нас по ПМК, кстати? Может, их в ПМК разгонять? Я чё-то не вижу. Тут ПМК 6 по 2. Блин, ну не знаю. Мне кажется, это бред. Такое ПМК. Ну чё? А, внешний вид. Забыл. Красивый камуфляж. Итальянского нету. Я так понимаю, что аккаунт был скопирован прям с моего один в один. Может, какой-нибудь китайский взять камуфляж? Нет. Это не очень хороший. А это что такое? Stream Dream. Да. Отлично. Stream Dream это про меня. Я Stream Dream. Еее. Ставьте лайки, друзья. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С вами Stream Dream Zara. Пойдём по магазинам, чёрт возьми. А есть у нас, помимо гондолеров, какие-нибудь шмотки, интересно, внутри там. А? Выдали корабль, шмотки-то не выдали. Ну-ка. Сейчас пойдём ворвёмся. Ну, только, наверное, это. Типа, как бы, сейчас все линкоры с крейсерами появятся. Короче, друзья. По идее, все эти корабли, получается, за сброс веток. Я сбросил ветку. Ну, и как бы... И поскольку у меня корабли начислили для теста, в общем, надеюсь, всё примерно и закончилось. Дела. Но... Будем сейчас... Будем сейчас пытаться посмотреть этих итальянцев и как на них играют гондольеры, друзья. Это важный вопрос. Полубронебойные снаряды и дымы. Это то, что мы с вами сегодня должны протестировать. Что такое вообще полубронебойные снаряды? Я... Будете смеяться. Я думал, что это какая-то лажа. Так, полубронебойные снаряды. Я думал, что это лажа, честно. Но, на самом деле... На самом деле... Такие снаряды существовали. И в музее под Кронштадтом. Там есть такой любопытный музейчик артиллерийский. Ох, я вам сейчас попробую показать это видео, друзья. Пока мы тут загруж... А, уже загрузились бы. Ну, в общем, не суть важная. Если хотите, поищите. У меня есть видео, где я ходил по Кронштадту. И показывал там оттуда видосы. Мы зашли на площадку, где были установлены самые разные орудия. Разные башни. Там башня с Ташкента и так далее и тому подобное. И я спросил, есть ли действительно такая история полубронебойных снарядов. Мне сказали, да, есть. Это абсолютно реальная штука. И... Пожалуйста. У нас с одной стороны хетцер, с другой стороны штука. Отлично. Так. По-прежнему у нас нет ПВО. Напоминаю. Куда бы пойти-то? Блин. Чёрт её знает. Ну, в общем, полубронебойные снаряды. Это реальная история. Это когда нужно было вроде как бы и... Наносить... Наносить урон ББшками. Но, в общем, необязательно было брать именно такие супермощные, суперплотные снаряды. Туда напихили, по-моему, чуть больше. Блин, погромче можно? Всего фугасного такого. Чё так тихо-то? Аллёра. Как получать итальянские крейсера? Спрашивает меня в чате. Мобильный. Давайте спросим. Хетцар. Хетцар против Штуга. Аллоу. Прошу. Где ты взял... Где ты взял Зару? Не палимся. Не скажу. Не скажу. Ты меня называла? Не скажу. Друзья, ну, я понимаю, что всё это находится в тестировании. Конечно, всё может измениться. Я иду сюда, потому что сюда летит авианосец. Вот. Я надеюсь, что у меня... О, боже. Ради этой озвучки можно качать итальянские крейсера. Там сейчас поменяли, кстати, всё. Механизму поменяли. Механизму поменяли ПВО. Ну, что-то она вроде нормально так ПВО, что-то до мартеля там ничего не долетело. А суть остаётся в том же, что у нас... А! Подождите. Если я сюда нажму, то я могу выстрелить? А может мне просто нажать на кнопку? И у меня заработает нормально усиление. Я просто смотрю, как механизм работает усиление ПВО, мне интересно. Ну вот смотри. Подлетает ко мне авиашлюпка. Дальность ПВО у меня 4,6 километра. То есть в момент, когда он должен находиться на 4,6, я должен усилить свою ауру ПВО правого борта. Он спрашивает, где я получил итальянца. Ну, где я получил? Ну, конечно. С чего спрашивать с контрибьютора? Ну, конечно. Понимаете, да. Так, в итоге у нас прям вот всё хорошо. Только никого нет. Как там по-итальянски? Никого-то нету. Мы никого-то не видате. Куда стрелять, и я не понимаю-то. Не посоветовал бы использовать вас в туре. Там же человеку надо... Ну, там и настраиваться есть. Так, это у нас полубронебойные снаряды пошли. Они, смотрите, какие красненькие. Любопытно. Слушай, баллистика прям вообще. Ну, в итоге мы просто пробили на 1600 урона, и всё. Может, Тури, это девочка. Напишу, может. Что может быть веселее, пока ты идёшь, не пойми куда, и хоть кого-то пытаешься засветить? Попереписываться. Попереписываться в чате. Попереписываться в чате. Аллора. Когда уже будет кто-то светиться, чтобы мы могли проверить наши орудия? Ну, я не вижу никакого смысла вообще здесь стрелять этими полубронебойными, потому что мне это ничего не даст. Что мне это даст здесь? Манёвр, кстати, ничего, я бы сказал, здесь. Нормально. Так. Давайте. Сектор усилято де певото. Вото усилято. Массимо. Лион сейчас мне... Навалято. Звездато. Люлято. Селю ридрита де поппа. Что бы это ни значило, друзья. Не хотел бы узнавать, что это... Что там не так с моей попой? Да. Но ББшки стреляют. Всё нормально. Лион, видимо, по мне отстрелялся. Надо сейчас отвернуть немножко борт от него. Я надеюсь, что именно это Лион был. Пушки крутятся достаточно шустро, но успевают за поворотом корабля. Так, делаем мы первый... Ой, блин, я... Лошаро. Лошаро, зачем ты эта кнопка нажимать-то? Проблема рисолта. Да, дымы ставятся, кстати, прям шикарно. Смотрите, я прям исчезаю и всё. Ну, не сказал бы, что мне это сильно надо было. Вот. Но поскольку я маханул кнопкой, то почему бы и нет? Окей, Будён издаёт корректировщика. Да, совершенно просто шикарно я иду в дымах. Хе-хе. Мне сказали, что я Лошаро, и зачем ты издавал дымы? Да. Но это итальянцы, они такие. Они суровые ребята. Говорят, ту ли Лошаро, на кой хрен ты издавал дымы? Возможно, стоит использовать наши дальнострельные возможности и использовать корректирового. Моль то корректирового. Так, мы включили, опять же, усиление ПВО. Очень красиво летят вообще снаряды. Единственное, опять же, урон какой-то, вот, вяленький. В какую сторону он идёт? Вялый урон и долгая перезарядка, вот что я могу сказать. Ну, в общем, что делать? Ничего не поделаешь. Писта-то случилась с той стороны у кого-то. Вот, мне кажется, что надо, надо ускоряться. Как бы у нас это не случилось. Далеко ли вообще авианосец, мне интересно. Полубронебойный. Полубронебойный. Окей, полукедр. Не, мне очень нравится баллистика. Баллистика просто шикарная. Единственное, я до сих пор не понимаю, как стрелять здесь фугасами. Наверное, потому что их здесь нет, поэтому я не могу их нормально как-то применить. Хотя, возможно, и в другом причине. Давайте попробуем. Ну, попадат-то. Прейго. Нажмите что? О. Ноль. А, нажал ноль. Мобильный. Граци. Все, я выбрал нужный сектор ПВО. Мы теряем еще один корабль. Я так думаю, что нам, наверное, надо как-то это. Поворот-то. Почарая. О, блин, у меня же торпеды были. Забыл про торпеды. Черт. Ладно. Давайте продолжаем наш путь к противнику. Я думаю, что мы сейчас должны достаточно неплохо подкрадываться уже с другой стороны. Идет залп от крейсера. Я вижу. Раз, два, три, четыре. Вот Кручтори. Это Чарльзу Мартелио. Я думаю, мы, кстати, с Чарльзу Мартелио можем отлично перестреливаться. Более того, потому что баллистика. Баллистика. У нас позволято это делать. А вот остров нет. Остров не позволято. А баллистика позволято. Так, мы усилим тот сектор ПВО. Мы отлично влетаем в остров. Мне кажется, никто другой не смог бы это сделать. Даже если я был на Феррари, я бы не смог бы сделать это лучше. Хорошо. Самое главное, что здесь не надо обратно переключать вот этот сектор ПВО. И это очень радует. Так, давай. Давай, Мартель. Ну, по маневрирующему Мартелю, конечно, попасть сложновато немножко. Я думаю, мы сейчас будем браться за Леона и попробуем наши полубронебойные снаряды. Не побоюсь этого слова. Как раз по Леону. По Леону. Это наши ПВО или не наши? Мне кажется, это чужое. Я пытаюсь просто силить понять, зачем нам нужны эти полубронебойные снаряды. И что с ними делать. И с чем их вообще едят. О, Фиджи идет здесь. А у меня ничего нет. Я ничего не могу использовать для того, что... Я просто не пойму, что я сделал сейчас. Какой урон я нанес. И вообще зачем это надо было. Самое главное, к кому. Мы не достаем до Фьюриуса. Наверное, даже если очень захочем, все его не достанем. Так. В кого использовать свои полубронебойные снаряды? Давайте во Владивосток. Посмотрим, что с ним произойдет. После того, как мы это сделаем. И что произойдет с нами после того, как он нам ответит. Ну и не пробитие рикошет. Ага. Так, давайте еще разок. Еще разок попробуем. И там Леон сейчас будет. Мы сейчас по нему тоже попробуем. Да, очень хорошие снаряды. Мне нравится. Мне кажется, надо было их назвать не полубронебойные, а холостые. По-моему, это отразило бы как-то лучше всю, так сказать, всю боль. Ой, у меня же есть торпеды. Точно. У меня же есть торпеды. Так, снаряду полубронебойную. Диструтто, я бы сказал. Что-то там диструтто. Ну, а... А, понял. У нас калибр большой, и я все освечусь. В этих замечательных дымах. Хорошо. Тогда мы подойдем к тебе поближе. Мой маленький мохнатый друг. Выпустим туда торпед. В ту сторону. А, у меня же, кстати... У меня второй раз... Вы заметили, что меня второй раз выбивают рули? Мне опять сказали, что я лошара, и неправильно сдал дымы. Ну, как неправильно-то? По-моему, правильнее уже невозможно было бы их сдать. По-прежнему, там Леон у меня на правом борту. А как насчет дать ему пылюшку этому Леону? Мы же можем? И нам нужны здесь обязательно полубронебойные снаряды для этого. Делаем разворот, и... Каролина, к счастью, на фугасах. Да, и по идее, у меня сейчас должно вот откадешиться вот это вот аппарату. Нет, аппарату у меня другой откадешилось. Мартелио. Пожалуйста, откадеш мне тот аппарат. Очень хочу. Ну, можно, можно. Да. Ну, в общем, пока не очень понятно, что творится. О, кстати, мои торпеды почти заходили в этого мусе. Который там был. Какой там Леон, по-моему, или что-то такое. Так, нормально, мы удираем. Я все жду, когда же ко мне выйдет этот... Вон он сзади там по мне. Фиджи пукает. Пукает, пукает. Опять ругаются наши итальянские коллеги. И мы получаем 9 рублей от Владивостока. В принципе, конечно, жить-то можно. Только вот долго не получится. По-моему, пора как раз использовать полубронебойные снаряды по Владику. У меня есть такое подозрение. Получит ли он торпедыньери? Может быть и да. А Фиджи все еще где-то там. Тусит. Фиджи за горой. Нет, торпедыньери Владивосток не получает. А жаль. Мог бы. Даем красивый залп и застреваем в острове с большим удовольствием. Ну, этого примерно мы и хотели здесь. Сейчас пройдут авиационные засветы. И мы даже будем выходить обратно. Да, авианосцу спасибо большое. Он старается, я вижу. Честно старается. Так, у нас откодешилось это... Этот борт. Я так понимаю, стрелять бесполезно. В смысле, дымы стоять бесполезно, потому что сразу засветимся. Здесь у нас ожил решилье. Сори, так бывает. Да, с кратчаторой-то мы разобрались. А вот теперь вопрос, что делать с Владивостоком. Это, кстати, вопрос интересный. Но у нас есть неоспоримое преимущество, которое называется самолет. А у Владивостока его нет. Правильно, я думаю? Правильно. Сильны ли наши торпеды? Нет, у Владивостока тоже есть самолет. Как-то это я погорячился, что у него нет самолета. Давайте дымы. А мы в дымах. А мы в дымах. Ну, мы даже если очень захотим, то мы все равно Владивостока этими торпедами не заберем. Потому что Владивосток не дурак, он их доджит. Братюня, отстань от меня! Я не хочу тебя, Владик! О, он дал мне, кстати, с носовых. Опять сказали, что я как бы не очень хорошо сдал дымы. Давай вперед уже. Ну, сдаю ж полный вперед уже. Не, рикошет. Рикошету. Присыла то рикошету. Ого. Давай! Да должны были выйти. А, они не успеют. Дайте, боже, какие тормозные торпеды. Слушайте, но... В общем и целом... В общем и целом... Я абсолютно не понял пока полубронебойные снаряды. Потому что они не наносили урона по... По линкору. То есть, возможно, они его... Ну, не пробивали. Не хватало пробития. Вот. А, так сказать, все остальное... Что там еще у нас было? Ну, ББшки здесь хорошие. Понравились дымы. Дымы смешные. И достаточно забавные были дымы. Единственное, что... Чисто на практике... Применить их сложно. Это очень хорошо для того, что... Если вы хотите спрятаться. То есть, если вы не планируете палить из всех орудий при этом... То это, в принципе, норм. А вот если вы еще собираетесь и пострелять... То лучше дымы не трогать. Мы, кстати, подожгли Владивосток фугасом. Не поверите. Это, знаете, как на британском крейсере ты выходишь... Такой, оп, пожар из британцев. Мы сбили 11 самолетов. Неплохо работает новое ПВО. Но это, конечно, крейсер из 7-й против 6-ки. Нам не удалось применить торпеды. Но, возможно, чисто на дурака кидать по проливам их очень даже можно. Мне кажется, запросто. В общем, дела такие. Ждем развития событий. Пока что крейсерам не понравились. Веселые, забавные. Можно играть. Единственное, вот полубронебойные снаряды, куда их запихнуть, пока не понял. То есть с вами. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся. До новых встреч. Пока-пока.